Здравствуйте, уважаемые друзья! Добрый день, Ирина. Андрей Александрович Шеметов, заместитель начальника отдела тылового обеспечения УФСИН России по Тверской области, майор внутренней службы. Андрей Александрович, добрый день. И Виталий Александрович Гавриш, директор федерального казенного профессионального образовательного учреждения номер 54 СИН России. Добрый день. Добрый день, Виталий Александрович. Итак, сегодня мы собрались в преддверии профессионального праздника. В конце декабря, а точнее 21 декабря, отмечается День работника производственно-технических служб Уголовно-исполнительной системы России. С наступающим у вас праздником. На сегодня разговор, который касается, наверное, каждодневной работы в СИН России, регионального в СИН России. Мы будем говорить о производстве. Какую помощь вы оказываете развитием производства тем, кто находится в местах лишения свободы. И каким образом это производство в любом виде, промышленное, сельскохозяйственное производство, может помочь жителям Тверского региона, которые законопослушные жители, которые живут не нарушая закон и трудятся во благо нашей отчизны. Итак, начнем, наверное, уже с такого мероприятия, которое у нас уже проводится второй год. В 2016 году впервые УФСИН России по Тверской области провел конференцию по теме взаимодействия УФСИН с государственными и муниципальными учреждениями, правоохранительными органами и предпринимательными по поставкам товаров, работ и услуг. Андрей Валерьевич, начнем с вас. Что это за конференция, как она начиналась, как пришла такая идея. И вот было первый раз это в 2016 году. Что мы имеем на сегодняшний день? Да, Ирина, ну давайте немножко мы, скажем так, отмотаем ленточку назад, как говорится. И я просто напомню, что на сегодняшний день в нашей уголовном исполнительной системе Тверской области функционируют семь центров трудовой адаптации осужденных и две лечебно-производственных мастерских. То есть именно вот эти подразделения в наших учреждениях, они созданы для того, чтобы осужденные, которые находятся в местах лишения свободы, могли заниматься полезным трудом, то есть трудиться, выпускать всевозможную продукцию. Я потом позже на этом остановлюсь. Вот. Соответственно, получают определенные специальности, определенные трудовые навыки, для того, чтобы потом по выходу на свободу они могли уже спокойно себя чувствовать, как мы говорим, здесь на воле, да? Ну да, чтобы они потерялись, они здесь, да, в современном случае, все же имени лица из года в год. Да, чтобы они были востребованы также на предприятиях и так далее. То есть на сегодняшний день у нас есть определенный дефицит. Рабочих кадров на предприятиях, да? Вот. То есть вот. В том числе вот эти вот подразделения, которые созданы в наших учреждениях, они выполняют такие функции. Я сразу перебью центр трудовой адаптации. Ведь это же не только для того, чтобы они потом, то, что называется, безболезненно вошли в мир свободы, но и важно также, чтобы они выплачивали, зарабатывали что-то, да, чтобы выплачивать те самые суммы, назначенные судом. Это штрафные санкции, какую-то компенсацию. Да, совершенно верно, Ирина. То есть на сегодняшний день у нас осужденные, которые трудятся в центрах трудовой адаптации, в лечебно-предвознанных мастерских, они абсолютно получают заработную плату. Значит, с этой заработной платы, естественно, идут определенные отчисления, в том числе для погашения того ущерба, который они своим преступлением нанесли государству, гражданам и так далее. То есть у нас на сегодняшний день практически 100% осужденных, которые имеют исполнительные документы в наших учреждениях, трудоустроены. Но вы их трудоустраиваете, как вы их в первую очередь трудоустраиваете? Да. А если они не имеют специальности, ну это, наверное, уже вопрос по профессиональному образованию, если человек не имеет такой вот на воле, он не имел специальности, образование у него, там, три класса, допустим, да, и не имел, то есть у него есть возможность выучиться или пойти куда-то, где не требуется какая-то специфическая, ну, производственная площадь. Да, вопрос понятен, как бы, да, и ситуация обстоит следующим образом. То есть, да, у нас на базе наших учреждений функционируют профучилища, в которых мы обучаем осужденных по 19 специальностям. Значит, кроме того, у нас имеется такая, так называемая форма, сетевая форма обучения, то есть человек осужденный, да, трудоустраивается на предприятии, работает и, проходя, скажем так, вот эту производственную практику, получает некий трудовой навык. То есть, да, у нас специальности-то разные, то есть, да, есть специальности, которые, ну, там, не требуют никаких там квалификаций и так далее, да, там, подсобный рабочий и так далее. Более того, скажу, что у нас осужденные, которые имеют из полдокумента, они трудоустраиваются не только на объектах предприятий, да, то есть, они устраиваются и на объектах вообще в целом колонейских, то есть, так называемых, хозяйственных лагерных обслуг. То есть, это библиотекари, там, это помощники, это повара, там, и так далее, там. Но за любой труд они получают деньги? Естественно, естественно, да. То есть, на сегодняшний день, как бы, да, у нас задача осужденные, которые, естественно, значит, находятся по временам оплаты труда, значит, отрабатывают восьмичасовой рабочий день, он, естественно, получает, должен получать минимальный размер оплаты труда. Соответственно, осужденные, которые находятся у нас на отдельной оплате труда, это специальности, которые востребованы у нас на наших центрах трудовой адаптации, да, и лечебно-предвознанных мастерских, соответственно, значит, от того, насколько они выполняют норму выработки. То есть, выполнил норму выработки на 100%, получил как минимум МРОД. Выполнил больше, соответственно, идет больше. Они соотносятся, вот эта вот степень оплаты с теми, что человек, допустим, зарабатывает на волю, на предприятиях, которые у нас функционируют? Ну, я вам так скажу, у нас есть осужденные, которые зарабатывают и по 27, и по 32 тысячи в месяц. Есть такие, да? Это специалисты высокого класса, наверное, уже, да? Ну, знаете, как это? Это рабочая специальность, да, вот далеко ходить не надо, значит, учреждение ИК-10, которое у нас базируется в поселке Металлист, Васильевский мох. Значит, есть у нас там производственный участок, который выпускает металл изделия. То есть, да, это там сборщики, это слесарь, это токаря и так далее. То есть, люди, которые реально пришли вот именно зарабатывать, да, тем самым они, как я уже сказал, и ущерб погашают, который они нанесли государству, да, и гражданам семью своим выплачивают. То есть, это реально. Я знаю, что сейчас вот из года в год предприятий на вот внутри отдельно взятого учреждения, да, исправительной колонии, участков трудовых становится больше, да, по различным, по выпускам различной продукции. Этому же была, наверное, посвящена и конференция. Вот основная цель конференции, с которой вот мы начали разговор, привлечение государственных и муниципальных учреждений, да, чтобы такого объема работы стало больше, для чего это делалось? Чтобы все могли по возможности, все это, конечно, не получится, но по возможности, те, кто должны выплачивать, хотя вы сказали, 100% уже трудоустроены, да? Практически 100%. Практически 100%, но по возможности, чтобы больше осужденных охватывалось вот этой трудовой адаптацией. Да, задача именно такая, конечно, у нас, как по законодательству, каждый осужденный, находящийся в местах лишения свободы, он обязан трудиться. Да, там есть исключения, там инвалиды, значит, там первая и вторая группа, это по желанию, да, там беременные женщины, там и так далее, и тому подобное. То есть есть определенные, как бы, да, поэтому мы исходим, как бы, из понятия не от общего количества, которые находятся в местах лишения свободы, да, а от тех, которые подлежат труду. То есть это не 100%, к сожалению, людей, которые находятся в местах лишения свободы, подлежат привлечению к труду. Я уже сказал, по каким причинам вышел, да. И да, вот это мероприятие, которое у нас уже регулярно, оно проводится. Смысл это в том, чтобы, как бы, да, привлечь на нашей производственной площадке как можно больше партнеров. Причем партнеров не только бизнес-партнеров, да, бизнес-сообщих, но именно со стороны государственной, муниципальной власти, других силовых структур. Потому что, ну, на сегодняшний день ВСИН, наверное, является, не наверно, но точно является единственной силовой структурой, которая имеет свои производственные мощности. То есть мы, помимо того, что основная-то наша задача, согласно законодательству, это исполнение приговоров суда к лишению свободы, да, которые вступили в законную силу. Вот, помимо того, мы и сами себя обеспечиваем еще на сегодняшний день. То есть у нас задача стоит такая, что 100% мы должны себя обеспечивать. То есть ничего не против государства, да, жить за счет чего-то, как государство в государстве, своеобразно. Ну, можно сказать, да, можно сказать и так. Вот, то есть это и вещевое обеспечение, это и продовольственное обеспечение. Вот, ну, мы еще остановимся, у нас специалист здесь присутствует. Ну, получается сейчас вот такое. Получается. Вот именно вот эту задачу выполнить. Сколько у нас на сегодняшний день у нас процент самообеспечения получается по питанию? По вещевым удовольствиям мы на 100% себя обеспечиваем. На 100. На 100. То есть здесь берется и одежда, да, в чем ходят осужденные, и постельное белье. Здесь все-все-все абсолютно. Да, точно. А по продуктам питания? По продуктам питания в районе 74%. 74%. Сюда что входит? Это не только овощи, да? Нет, сюда же входит и это как картофель и овощи. Причем и в свежем, и в маринованном виде, также в квашеном виде, капуста квашеная, в соленом виде, в огурце соленой. Это также и производство молока, мяса, яиц, творога, масла, молочных продуктов. То есть вот это вот все, и выращиваете, имеется в виду производство, что у вас есть какие-то вот участки, земельные участки, где это все выращивается. У вас есть загоны, где, например, где находятся те же самые коровы, да, куры, да. Я знаю, что еще и перепела. Да. А, кстати, страуса сейчас выращивают или нет? Нет, к сожалению. А ведь было такое, да? Ну да, был у нас опыт, давным-давно, как бы мы пробовали, да. Не получилось, наверное, ну и ни к чему это, честно говоря. Ну просто, ну просто интересно, я помню даже одно время, ну уже много лет назад я посещала одну из колоний, там выращивали кроликов сейчас. Были вообще, да. Сейчас так же везде. Кролики, они присутствуют. Я вы про страусов сейчас скажете. Страусов, нет, страусов было тоже дело. Это не Лидовская. В 9-м учреждении, да, поселок Монина, да, это самое, то есть мы там пробовали. Но тем не менее эксперимент такой был? Да. Был, был. Давайте вот несколько попозже перейдём к тому, вновь вернёмся к тому, что сейчас есть. А теперь несколько слов о том, что, Виталий Александрович, чему учите и как учите, и кто вообще желающий учиться? Потому что я знаю, есть люди, которые попадают к вам, у которых нет даже среднего образования. Есть. На начальной школах три класса, а то и один класс, приходится всему заново учиться. А здесь идёт речь непосредственно о специальности. Приходит к вам много людей, которые, ну, не успели получить, не было такой задачи, кроме как криминальной у них, да, на свободе, получать какое-то образование. И как вы ориентируетесь, какая специальность сейчас необходима? Ну, на сегодняшний день у нас в области пять всего профессиональных образовательных учреждений, которые дают специальности по 19 профессиям. В частности, в том учреждении, которым я руковожу, мы даём пять востребованных рабочих специальностей. Это токарь, швея, слесарь-сборщик, сварщик и стропольщик. Специальность такая, как слесарь-сборщик, это она имеет короткий период обучения и именно касается большого количества осуждённых. В том плане, то, о чём вы говорили, когда они приходят без специальности, а производству требуется именно, чтобы их трудоустроить, осуждённые проходят эти короткие курсы, месячные курсы, слесарь-сборщик и поступают уже, так сказать, имея определённые знания по выполняемым работам. Более серьёзные профессии, такие как токарь, сварщик, швея, имеют разное время обучения. Швея у нас пятимесячное обучение, токарь и сварщик десятимесячное. Причём сварщик у нас даётся среднее профессиональное образование, то есть высококвалифицированных рабочих мы выпускаем на базе полного среднего образования. То есть осуждённый, который идёт к нам учиться, на сварщика в частности, на среднее профессиональное образование, он должен иметь законченное среднее образование полное, то есть 11 классов. То есть он у вас же в случае чего может закончить вот эти вот 11 классов в начале? Школа, нет, школа, школа в начале, в том числе в наших учреждениях. В наших учреждениях может закончить школу, получить диплом о среднем образовании, а потом уже непосредственно поступать. Это как, это поступает человек или как там, даются какие-то вступительные экзамены, как это происходит? Ну, вообще обучение по профессиям, оно происходит в связи с тем, какая потребность Центра трудовой адаптации на сегодня. Но и в то же время, вот те потребности, которые на сегодняшний день существуют, это и седьмое подразделение, и десятое, где в седьмом филиал, основное у нас в десятом, нашего заведения учебного. Эти профессии, они также востребованы и на бирже труда на сегодняшний день в Тверской области. Постоянно проводится мониторинг, и на самом деле такие специальности, как сварщик, токарь, швея, они на сегодняшний день занимают практически 70% потребности, которые, так сказать, когда человек освободится, он может сразу найти работу. И достаточно высокооплачиваем. То есть здесь, опять же-таки, удар сразу и на перспективу, да? Потому что и сейчас требуется самому учреждению, да, как для выпуска той же самой продукции, да, обеспечивая себя или поддерживая материальную службу, да, систему. И потом, да, а Вы сказали, высококвалифицированную специальность они приобретают, возьмем того же сварщика. Вопрос, кто учит, как Вы привлекаете тех, кто должен учить, это же ведь тоже должны быть специалисты высокого уровня. Ну, естественно, есть требования к преподавательскому составу, к мастерскому составу, которые уже некоторые, и, например, в той же седьмой колонии, в филиале, мастер производственного обучения по специальности сварщик работает 35-й год. Ничего себе. Он уже привык, как свой, да? Да. То есть он знает все. Естественно, он заканчивал учебное заведение, именно в котором было профильное вот это образование давалось именно по сварочному делу. То есть, естественно, его квалификация соответствует тому, чтобы давать такое серьезное образование. Кстати, с настроением идут осужденные учиться, как вот относятся к учебе? Я когда побываю, вот посещаю исправительные учреждения, у меня первый вопрос обязательно посещаю школы, и меня интересует, с настроем ли вообще люди постигают науки? Ну, Ирина, Вы знаете, вообще, в принципе, это как на воле, как в школе, да? То есть взять там школьника, да, ведь, ну, кто-то прям с радостью бежит туда, да, в класс, кто-то там, ну, не то, что там по принуждению, но потому что надо, в конце концов, да, это наша в том числе задача, и обучить, и дать осужденному специальность, да, то есть дать образование, дать специальность, чтобы, как я уже ранее говорил, по выходу сюда на вольную свободу, он был, ну, нормально адаптирован к существующей, как бы, жизни, да, и положению дел. Вот, и мало того, как бы, у нас даже есть такой показатель, он определён федеральной службой, как освобождение осуждённых без профессии, то есть... А, есть такой, да, показатель? Да, да, да. То есть это на минус Вам, да, как я так понимаю, да? Ну, да, да. Не научили, да, не привлекли? Ну, получается так. Можно просто человек не захотел, да, или как, приходится уговаривать, кстати? Ну, приходится. Приходится, да? Да, конечно. Объяснять, для чего это надо? Да, приходится объяснять, приходится, там, ну, не буду я говорить так, загонять, не загоняем мы, конечно. Мотивировать. Мотивировать, да? Да, правильно, да, Виталий Александрович говорит, мотивировать. Мотивировать и в том числе, что будет работа, будет какая-то, если человек не привык работать, или вот именно тогда получается тот показатель, который выход без специальности. Ну, вы понимаете, Ирина, в конце концов, все-таки срока-то немалые у нас у осужденных, да, то есть у нас только два учреждения в области, которые общего режима, это женская колония, да, и это самое, Вышний Волочок, и в городе Тарске мужское учреждение. Все остальные учреждения у нас, это строгий режим, там, серьезные срока. Ну, человек, находясь, скажем так, в местах лишения свободы, такое количество времени, ну, наверное, надо чем-то заниматься, я уж извиняюсь за грубое слово, не тупо там сидеть в отряде, да, и так далее. Ну, вы просто можно с ума сойти иначе, да. Правильно, поэтому, вот, она, мотивация-то в этом и состоит, как бы, да, ну, ты сейчас выучишься, ты будешь работать, у тебя, как бы, и время пойдет больше, да, и ты будешь занят, занят делом реально, при всем при этом, если ты нормально будешь относиться к труду, ты будешь и денежные средства зарабатывать, почему нет? Вот. Поощряться обязательно будешь. Поощряться тоже. А поощрение – это путь к свободе, соответственно. О, кстати. К условно-досрочному освобождению. Уважаемые друзья, я сейчас предлагаю прерваться на небольшой перерыв. У нас небольшой блок рекламы, а потом через три минуты мы вновь будем в этой студии. Уважаемые друзья, мы вновь в прямом эфире. Напоминаю, что мы сегодня говорим о развитии производства в местах лишения свободы. В учреждениях УФСИН России по Тверской области мы начали говорить про то, какое образование могут получить осужденные, находясь в неволе. Да, продолжим. Да, Ирина, да. Вот у нас Виталий Александрович рассказал о специальностях, которые непосредственно в учреждениях, вот в образовательных, которые вы курируете, да. А что еще? Ну да, Ирина, я бы хотел еще дополнить несколько касаемо образования. То есть, да, вот на сегодняшний день у нас осужденные получают профессии по таким специальностям, как Виталий Александрович уже сказал, стропочек, да, то есть у нас на наших производственных объектах эксплуатируются технические устройства повышенной опасности, опасные производственные объекты, которые требуют, скажем так, определенного персонала для их обслуживания и эксплуатации. Вот, значит, соответственно, кроме этого, есть еще такие специальности у нас, как оператор газовой котельной, машинист, кочегар угольной котельной. То есть, объясню, как бы, да, почему на этих моментах остановился. Ну, на сегодняшний день у нас каждое учреждение, да, это практически, ну, такая автономная ячейка, и практически все учреждения у нас сами себя обеспечивают, в том числе и тепловой энергией. То есть, из города вы ничего не берете? Ну, есть у нас ряд учреждений, которые, да, вот, которые дисфорсируются, допустим, в городе Твери, там это первая колония, там первый следственный изолятор, да, ну, конечно, там мы... Ну, здесь уже все близко, что называется, да, ничего отдельно подводить не надо. Данный ресурс, да, получаем с энергоснабжающих организаций. Вот, а подавляющее большинство учреждений у нас имеют собственные угольные либо газовые котельные. Соответственно, это определенные требования, это опасный производственный объект, это лицензия, у нас на сегодняшний день практически все учреждения имеют эти лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов. Соответственно, требуется квалифицированный персонал, обученный, причем, мало того, обученный, после обучения они проходят аттестацию, аттестацию в комиссии, в которую входят в том числе и представители нашего ведомственного технического надзора. Даже так, да, да, то есть у нас есть ведомственный технический надзор, который принимает участие в аттестации данной категории лиц. Вот, соответственно, они потом трудоустраиваются у нас, естественно, на наших этих объектах, в том числе по выходу на волю тоже у нас достаточно таких объектов и здесь на свободе, могут спокойно, они получают установленные образца, значит, документы, удостоверения, вот, они спокойно могут, имея, как бы, вот эту специальность, эти навыки, да, работать уже на этих объектах здесь на свободе. Вот, кстати, удостоверение, про которое вы сказали, это как? Это получается как небольшое, что-то типа выпускного вечера, да? Как вы чествуете, поздравляете вновь образовавшихся, вновь выученных специалистов? Ну, естественно, как и в любом учебном заведении, у нас 1 сентября это праздник, естественно, линейка какая-то, построение, поздравления, напутственные слова тем, кто на учебу, так сказать, поступил и будет обучаться. А по окончании, естественно, государственные экзамены проводятся комиссионно и выдаются удостоверения установленного российского образца, намерные удостоверения. То есть, как и в любом серьезном учебном заведении, мы выдаем свидетельство, если это касается не среднего профессионального образования, а профессиональной подготовки установленного образца свидетельства рабочего, в котором прописано, какую специальность получил, какой разряд присвоен. А среднее профессиональное образование мы выдаем дипломы, а среднее профессиональное образование... Ну, то есть, Ирина, Виталий Александрович, я прошу прощения, я скажу такую фразу, да, то есть это никакой самостейности, это чистый государственный подход. Да, государственного образца, номерные все это, и с этими документами осужденные, естественно, они в личном деле хранятся, когда он освобождается, он их получает, и с ними он может устроиться в любой организации, в любой форме, так сказать, собственности. Хотелось спросить, а котируется обучение в местах решения свободы? Дело в том, что котируется раз, второе, то, что там не прописано, где он получил, там прописано профессиональное образовательное учреждение, печати тоже не несет никакого оттенка. Мы не делаем, как бы, привязки именно, да, вот, ну, чтобы тоже четко люди сейчас нас смотрят, слушают, да, чтобы понимали, чтобы, как бы, да, ну, к сожалению, к сожалению, да, там вот, почему-то у большого количества людей, да, понятие колонии ассоциируется с чем-то вот другим, нежели что происходит на самом деле, да. И когда там говорят, да вот там в тюрьме, там, да, как сейчас модно говорит, там в тюрьме, там предприятие, не, в тюрьме предприятие, не, не надо. О, нет, я не тут, да, я могу сказать, не ступени, но это огромные производственные, потому что это практически заводы есть, да, на внутренних учреждениях. Это не мы что-то там придумали, это государственные учреждения абсолютно. Причем на сегодняшний день ведь профессиональное училище, вот, как учреждение вот это, обучение самое образовательное, оно только в нашей системе осталось. Ведь у нас, посмотрите, у нас здесь на свободе, это уже нет такого органа, обучающего, как профессиональное училище. Или, скажем так, Андрей Валерьевич, я извиняюсь, скажем так, вот такой формы очной, как у нас, то есть именно 10 месяцев, 5 месяцев полноценно, когда ежедневно они обучаются, это очень редко встретишь. Встречаются какие-то курсы повышения квалификации, встречаются какие-то заочные формы обучения, ну, что такое заочная форма обучения, дали какое-то задание, сам подготовился, не подготовился, 2-3 раза, вроде бы что-то пошло. На расстоянии, да, через интернет, так получаешь, отвечаешь на вопросы. Как можно, например, специальных токарей получить заочно. Но, с другой стороны, конечно, оно предполагает, что, да, человек находится у вас, человек находится у вас круглосуточно, много-много лет. Ну, мы уже говорили об этом, ну, чем еще, хотя, конечно, есть чем заниматься, но здесь, как бы, вот тебе судьба дает такой шанс, да. Кстати, может быть, в отличие от всех, кто получает специальность на свободе здесь, да, у вас, наверное, не ограничено, возрастной, возрастного порога нет. То есть, у вас могут учиться от, ну, вот, допустим, от 18, если кто имеет среднее образование, до 60, ведь я знаю, что сидят люди и глубоко за 60. Да, ну, здесь единственное, как бы, да, вот, как бы, допустим, я по тому же трудоустройству говорил, то есть, есть моменты там, допустим, инвалидность, есть возраст, там уже согласие. Это да. То есть, человек пришел там, так, напрямую, скажем, деду там 60 лет, вот я вот хочу там, ну, как бы, да, ходит, видит нормально все, да, есть желание. Почему нет? Придет и будет учиться. Вот, кстати, я вчера была в исправительной колонии номер один, мы ходили вот с плановой проверкой, наши члены общественной питательной комиссии и института по правам человека, и мое внимание привлекла теплица. Вот тепличное хозяйство, да, я очень была удивлена. Во-первых, там, что, что произошло, что, ну, редкий дачник такой использует или на селе, да, что теплица отапливается. Что там уже появились ростки, рассады астры, что там уже зелень уже взошла, и что там собирают круглый год урожай того же жгучего, например, перца, для того, чтобы сами они делают приправу к своим блюдам, кто хочет, да, и существуют даже дипломированные специалисты, которые получили на волю, а можно ли этому научиться, например, какую-то специальность по сельскому хозяйству получить, или как-то вот обучить человека, как ходить за теми же самыми курами, как ухаживать за свиньями, там, за коровами, как растить, да, ту же самую морковь, капусту и плодовые деревья, я знаю, ведь есть урожай, собирайте. Ирина, ну, здесь вот, Андрей Александрович, я извиняюсь, что, как бы, это самое включаясь, да, буквально небольшая ремарка, ну, к сожалению, на сегодняшний день в наших профессиональных училищах, да, как бы, вот именно специальностям сельхознаправления мы не обучаем, вот, поэтому, ну, как они учатся, и как это происходит, ну, Андрей Александрович сейчас расскажет. Ну, ведь есть специалист, да, вчера, кстати, познакомилась с одним мужчиной, который вот осуждён, он сказал, что у него тимирязевка за плечами, ну, какие-то специальные шестимесячные курсы тимирязевки, они знают, как великолепно, как растить те же самые, выращивать розы, цветы декоративные, чуть ли не виноград, да? Да, дело в том, что обучения по сельхознаправлению, по профессии у нас нет, но у нас на каждом участке есть мастера, которые имеют соответствующее образование, и, соответственно, под их надзором, под их руководством ставятся определенные задачи, там, по тому же самому производству грузов, например, или там прополка, или, например, то же самое, как участвовать в производстве молока, например, да, в переработке, в получении масла и творога. Соответственно, они под контролем, ставятся определенные задачи, и под надзором, под контролем они создаются. Ну, вы тоже, наверное, выискиваете, смотрится личное дело, что человек пришёл с воли, да, к вам, если у него есть образование, да, зоотехническое, допустим, то же самое. Ну, Ирина, а потом, как вы правильно заметили, да, допустим, у нас и среди спецконтингента есть очень много, скажем так, специалистов, то есть не все поголовно к нам попадают, да, в места лишения свободы, там, как говорится, без рода, без племени, там, нет никакого разнования. Да, 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 конечно. Теплотрасса, да, так вот скажем. Очень много у нас вот именно специалистов, то есть и специалисты, и сельхозники есть. Вот, и ничего абсолютно в этом зазорного нету, когда, допустим, там, мастер, который возглавляет этот участок, да, там, специалист из числа спецконтингента, он знает, например, он знает, как ту или иную культуру выращивать, конечно, он подскажет, он, в том числе, может быть, где-то и мастера научит, а почему нет? Например, мне просто породу своей работы посещаю с проверками, и мне всегда интересно самой поговорить с такими людьми, потому что я очень многого не знаю, что называется, только этому учусь, а там специалисты, которые подскажут такую хитрость, как, например, сделать так, чтобы роза у тебя твела, например, лучше, а какие помидоры, а какие огурцы? Да, те, кто не был в теплицах и не знают этого, это надо просто приходить и смотреть. Ну, желательно, конечно, у вас не находиться в качестве осужденных, да, что если есть такая возможность. Ирина, вы знаете, как бы вот это самое, да, вот, ну, пользуясь случаем, хочу еще что сказать-то, вот мы сейчас заговорили там про сельхознаправление, да, вот про эти огурцы, там, помидоры и так далее, помимо этого еще много всего, вот, наверное, наверняка это самое, у людей, которые нас сейчас смотрят, там, слушают, да, возникает вопрос, ну, понятно, вы это все делаете, а где все это, а можно ли это приобрести? О, это еще отдельно, мало того, что вы обеспечиваете свой контингент, да, то есть весь набор витаминов, это круглый год зелень, да, это мясо свое, яйца, да? Да, это у нас, начнем с того, что это мясо, то есть мясо разноплановое, как от говядина, свинина, то же самое кролик, так же мясо птицы, у нас птицы, вот на данный момент 13 210 голов птицы. Это в различных учреждениях, да, области? Да, и курни, слушай, включай, цесарок, включай, руток, перепелов, да, и так далее, и так далее. И это все попадает на стол к осужденному, и по праздничным дням, скажем так, да? Да, если такое дело. Не, ну, давайте так, допустим, да, чтобы четко понимали, там, мясо, да, свинина там и так далее, естественно, все это попадает на стол к осужденному, это первое, второе блюдо, естественно, курица, это то же самое попадает. Перепела, конечно, как там это вот... Изыски. Да, изыски, да, это самое понятное. Ну да, уважаемые друзья, я всегда говорила в этой студии, что помните о том, что мы говорим не о санатории, не о детском здравительном лагере, где наша задача, чтобы тот, кто отдыхает, должен прибавлять, да, по 100-150 грамм в день. Полноценным питанием сбалансированным абсолютно мы обеспечиваем. Кроме того, у нас созданы торговли, составлены определенные графики, когда учреждение приезжает и продает свою сельхозпродукцию здесь, в городе, в Твери. Плюс мы участвуем в рамках всякого множества разных программ, это на местах. Учреждение также имеет возможность продавать свою сельхозпродукцию. Андрей Александрович, извини, что перебью, но на сегодняшний день, да, у нас по пятницам, вот каждую пятницу у нас вот рядом с управлением находится столовая для личного состава. Отсадь, да, два раза в месяц, прошу прощения. Два раза в месяц. Да, два раза в месяц, то есть столовая для личного состава, которая находится рядом с управлением, то есть у нас два раза в месяц, как минимум два учреждения приезжают, привозят свою продукцию в различного назначения, то, что Андрей Александрович уже сказал ранее. пожалуйста, приходите, приобретайте. То есть вы не думаете, что мы только для себя это привозим. Нет. А это свободно, открытая продажа. Я понимаю, но здесь еще важно отметить, что торгуя этой продукцией, вы не ущемляете права осужденных. Нет. То есть все, что им положено, люди получают. Да, все, что положено с нормами приказа. А помимо всего прочего, тут могут получать эту же продукцию, которая, замечу, экологически чистая. Да, вот я и хотел почерпнуть. За нее можно быть спокойным, да, что если даже те же сосиски, я знаю, что во многих учреждениях открыты такие цеха, где выпускают те же самые сосиски. Вчера в первой колонии я видела завораживающий буквально процесс по выпуску маргарина. И причем самое интересное, что этот маргарин, как раньше, когда-то в советские времена, можно намазывать на хлеб, на булку, и есть совершенно спокойно, пить чай с этой булкой, с маргарином. Это уже мало где найдешь, в наших магазинах такой продукции. Совершенно верно. Совершенно верно. И можно покупать это все по довольно-таки сносной цене. Потому что сейчас же все дорожает. Опять же, Ирина, по поводу качества, да, вот хочу сказать, наверное, вот поймут меня люди, скажем так, в возрасте, да, бабушка с дедушкой, да, на своем приусадебном хозяйстве, скажем так, да, в личном пользовании, ну, никогда, наверное, курочки не посыпят никакого там барахла, там, да, извиняюсь за выражение, если картошечку посадила, не засыпят ее там никакими... Да, 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 химикатами, да. То же самое у нас, только в больших масштабах. Я знаю, что на той же самой выставке можно купить, вот выставка, которая проводится, я не знаю, сейчас, наверное, уже не приводится, но можно купить и картошку, и морковь, и свеклу, да? А какие тыквы, да, если бы кто видел, кто не видел, да, тыквы необычайных размеров? Что требуется для того, чтобы увеличить, вот как бы вот, что называется, надое, чтобы сельхозпродукции было больше? Вам хватает сейчас земель? Это как земли? Это в аренду сдаются земельные участки? Или как вот? Где вы выращиваете? Кто работает на этой земле, если, допустим, земельный участок находится за пределами исправительного учреждения, естественно, осужденные туда выйти не могут? На ту же самую прополку? Или как? Нет, ну, начнем с того, что... Поселенцы. Поселенцы. Это колонии-поселения, да? Да, да. Белый участок колонии-поселения. Начнем с того, что на крупных объектах, это где вот идут посадки картофеля, моркови, тогда, да, там туда привлекаются поселенцы. А на объектах, так, животноводческих, которые расположены внутри учреждения, тогда там уже придется. То есть, и коровы, и свиньи, это тут же, да? Это как тот же самый цех производится? Да, есть у нас моменты, извините, что перебиваю, значит, есть у нас моменты, что внутри учреждений что-то находит. В том числе и посадочные площади у нас и внутри учреждений есть, да? Ну, а такие большие, как вот, допустим, в городе Беженске, конечно, да? Где выращивают картофель, да? Да, картофель, овощи. Да, картофель, овощи. То есть, они выращивают эти большие площади, значит, выращивают на несколько сразу учреждений, да? Да, они являются... Не только для себя. Да, они являются... Обеспечивая, вообще, это у нас, скажем так, основной поставщик для учреждений у Всен-России и Патрульской области. Вот именно картофель, овощей определенных, да, это вот шестая колония, город Беженск. Да, у нас там есть земли, которые находятся не на территории учреждения, на определенном расстоянии. Мы имеем собственную технику тракторную... Чем обрабатывают? Тракторы, комбайны, собственно, да? Техники, комбайны, взятые там не в аренду ничего, это абсолютно собственная техника, конечно, да, она требует определенного ухода, вложений и так далее. Мы вот уже планируем на следующий год заниматься ее обновлением, то есть, как бы, ну, она не может быть вечной, да? Вот, и касаемо, вот вы задали вопрос, а кто работает на этих... Ну, да, да, конечно. На этих полях, да, у нас есть такая категория осужденных, которые бывают наказанием в участках колонии поселений, вот. То есть, они находятся не под охраной, а находятся под надзором. Соответственно, они свободно могут перемещаться в определенных, скажем так... Ну, да, в определенном границе, да? В определенном маршруте, да, все это происходит, естественно, под контролем, под надзором специалистов учреждения, вот, да, они у нас занимаются прополкой, сборкой, там, ремонтом, там, техники, да, в том числе и на технике они работают, имея соответствующие, значит, документы на право... А вот, кстати, вот тот, кто работает на технике, Виталий Александрович, они могут получить вот какое-то образование, чтобы работать потом вот на этой технике. Ну, у нас, к сожалению, поле, поле, нет, 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 да, нет. Я могу объяснить даже почему, как бы у нас есть такая возможность, но, к сожалению, скажем так, мы не можем выдавать документ тракториста, да, этим занимается другой орган, да, гостехнадзор. Вот, соответственно, там есть определенные требования, определенные программы, мы должны там иметь полигоны и так далее. А, тут вопрос о полигоне, даже если есть техника, да? Мы не можем себе этого позволить, поэтому, соответственно, мы подбираем тех осужденных, которые уже имеют их. Эти специальности имеют, да, и, соответственно, они уже работают на этой технике. Вот, смотрите, вырастили урожай, ведь потом важно, не столько важно даже иной раз вырастить урожай, как важно его сохранить. Да. Ведь совершенно, совсем недавно, да, у вас появились такие вот производства по переработке, по герметичной упаковке, да? То же самое, я видела свекла, да, есть такое? Да, есть такое же. Квашеная капуста, она тоже может поступать, или все съедают осужденные. Огурцы, это банки, банки, трехлитровые банки, да? Да, трехлитровые банки, да, консервированных огурцов. Совершенно верно. Ну, если вы интересует, я могу более подробно даже в объемах вам это озвучить. И можно ли это тоже где-то купить, и как-то вот то, что вы... Или это только для своих нужд? Ну, это больше про сам процесс производства, расскажи, не сколько даже объемов, а сколько про процесс производства. Ну, у нас в нескольких учреждениях, это в трех учреждениях, это Андреапольский район, это Нелидовский район, Мунингдин. И шестая колония, значит, созданы участки по переработке свежих овощей в маринованные. Также в Андреапольском районе, в поселке Костюшино, значит, в нашей лечебно-справительном учреждении номер 8 создан цех по производству первых обеденных блюд. Это щи со свежей капустой, это борщ со свежей капустой. Да, это уже готово идет в банки трехлитрового, соответственно, потом уже... Это в смысле банки, стеклянные банки, да? Стеклянные банки, да, все фасуется, и, соответственно, вы же... Помните, как в Советском Союзе было? Туда места покрошил, как говорится, картошечку, и... Ну, да, добавили же потом остальных ингредиентов, соответственно, все криптуры. Вот уже третий год сама делаю заготовку для борща на зиму, только добавляю картофель и на бульоне, чтобы было это. И у меня вот тоже такие вот стоят заготовки. То есть это тоже заготовка вот такая? Да, 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 совершенно верно. А непосредственно, то есть вот это содержимое уже есть, да? Это поступает куда-то в продажу, или это тоже для себя? Пока у нас эти объемы небольшие, мы в основном работаем только для себя. Ну, самообеспечение. Чтобы было, да? Чтобы программы самообеспечения, да. Чтобы все, ничего не испортилось, чтобы все, что вырастили, да, сохранилось. Ну, конечно, попробуйте в свежем виде сохранить ту же самую капусту, да, там это самый круглый год, ну, понимаешь, зачем... Ну, это тоже нужны большие складские помещения, подвалы, подполы, да, что... Нет, у нас имеется овощих хранилищ, и тогда все это есть. Но, тем не менее, мы при этом еще и вот такой способ воспользуем. Квашеная капуста, да, те же самые? Кстати, вчера в первой колонии я посмотрела, ведь у вас уже, да, наверное, несколько учреждений, это соки, переработка тоже идет, выпуск соков тех же самых, да? Да, да, есть. Есть ли яблоки, а яблони у садов еще нету, да, учреждений, их нет такого? Ну, вы знаете, нет предела к совершенству, как говорится, да, может быть, дойдем и до этого, почему бы и нет, да, это самое, то есть, да, на сегодняшний день у нас два учреждения занимаются изготовлением такой продукции, сока, да, причем как в баночной таре, да, как в стеклянной, так и так называемая вот эта коробка пюрпака. Вот. Мы данные, значит, у нас данные продукты питания идут, естественно, на стол осужденному, как говорится, да, питание, плюс, вы прекрасно знаете, у нас в каждом сейчас учреждении работают магазины, работают кафе, вот, в которых мы предлагаем более широкий ассортимент, скажем так, по питанию, например, да, там, нежели в столовой, то есть, в принципе, любой осужденный может прийти в это кафе, положительно, опять же, там положительно характеризующиеся, да, дополнительно к установленным нормам, дополнительно. Да, не вместо, а дополнительно, да. А вот, кстати, уважаемые друзья, чтобы не сложилось такое впечатление, вот мы сейчас так рассказываем, слюнки потекли, да, что прям, ну, вот надо все бросать и бежать к вам, да, на жительство, да. Существует норма, существует определенная норма, да. Это не значит, что сидит осужденный и до отвала питается тем, что вы, вот, у меня сегодня на обед, это тушка курицы и перепелочка. Нет, правильно, правильно, правильно сказал Игорь Александрович, да, то есть, на сегодняшний день есть норма питания. То, что мы предлагаем дополнительно, она не заменяет основную норму питания, она идет как дополнительную. Дополнительная. За деньги, опять же-таки, а деньги-то откуда? А деньги оттуда, что мы сейчас с вами говорим, да. Это как кто-то не работает, тот не ест, да. Вот вам мотивация идти учиться, понимаете, вот вам мотивация идти учиться. Кстати, в той же первой колонии, потому что вчера, опять же-таки, это пока свежее в памяти, да, чего только вот в этом кафе мы не видели, вот нам показывали, да, даже осетинские пироги. Вот есть специалисты, которые там пекут, пожалуйста, заплати денежку, возьми чашку чая или кофе, и с осетинским настоящим пирогом. Причем цена такая же адекватная, то есть, а то, может быть, там люди подумают, что там мы пирожки по 100 рублей продаем, да нет, конечно. Цена такая же адекватная, абсолютно адекватная. А причем по какой цене вы продаете? Я знаю, что посещают из правительственных учреждений, да, не только там проверки, а прокурорские проверки у вас есть, общественные организации, вот наши члены нашей общественной наблюдательной комиссии, да, по правам человека. То есть, хоть вот недавно совсем в этом году, да, были и первую колонию, и десятую, да, посещали, все смотрится и все контролируется, насколько соблюдается права человека, которые находятся у вас. Ну, вот, Ирина, в продолжении как бы разговора, да, вот с чего мы начали, там вот эта конференция, которую, да, в 2016 году мы ее проводим, проводим мы ее на базе управления, то есть, большое количество людей мы туда приглашаем, как я уже сказал, это и муниципальная, областная власть, и силовики, значит, и бизнес-сообщества, и бюджетные организации, там, медучреждения, там, школы, детсады и так далее. У нас очень большое количество людей посещает такое мероприятие. Вот, в этом году мы шагнули несколько дальше, да, то есть, мы, скажем так, может быть, по количеству не столько людей, как бы, собрали на данное мероприятие, да, то есть, там были представители профильных министерств нашей области, были представители, значит, органов власти, силовых структур, бизнес-сообществ, да, мы вот все, что мы рассказывали до этого, как бы, ну, с высокой трибуны, я так скажу, да, там показывали фильм, еще раз хочу сказать огромное спасибо вам за то, что откликнулись на нашу просьбу, да, и оказали нам огромнейшую помощь в создании этого фильма. Ну, пришлось поездить, да, почему, я так и говорю, знаю, о чем говорю, я посмотрела практически все места лишения свободы, вот, исправительственного учреждения, это просто впечатляет. Вот, в этом году мы шагнули несколько дальше, мы то, что вот рассказывали и показывали по фильму, да, мы это показали вживую, то есть, мы вот это мероприятие еще, может быть, оно не столько было, большое количество народу, как на предыдущих конференциях, но тем не менее. Вживую-то непосредственно в полунии, в исправительстве? Непосредственно в процессе производства, да, да, то есть, мы данное мероприятие провели в двух учреждениях, это ИК-1, который в поселке Большие Перемерки, у нас диссоцируется, да, и учреждение К-10, как я уже ранее говорил, это поселок Металистов, Васильевский мох. То есть, ну, прежде, скажем так, прежде чем показать это воочию, естественно, как бы, я в том числе, там, сотрудники, которые присутствовали с нашего управления, там, с учреждений на данном мероприятии, мы сначала рассказали, а потом мы пошли и это показали. То есть, что это не придумано, что это действительно вот правильно, что такое промышленная зона наша, это завод. Это такой же завод, где стоит оборудование, в том числе мы стараемся оборудование модернизировать, да, может быть, не всегда это получается, вовремя все-таки требуется больших оборудовательных средств. Основная все-таки задача наших центров трудовой адаптации, это вот именно привитие трудовых навыков, да, и перевоспитание трудом осужденного, а не получение сверхприбыли. Конечно, да, в убыток мы работать не будем, но основная-то задача вот эта, поэтому, к сожалению, оборотных средств не хватает. Кстати, я вас привью, Андрей Валерьевич, вот вы сейчас сказали про обороты средств, про чем оснащено производство, да, Виталий Александрович, а насколько современным оборудованием вам приходится учить? Обновляются ли те, скажем так, учебные экспонаты, на которых вы учите? Ну, на сегодняшний день у нас достаточно учебно-методического оборудования, на котором мы обучаем, и которое, так сказать, аналогично находится на предприятиях наших, на действующих предприятиях. На чем вам потом придется работать? В первую очередь, это швейное оборудование, да. То есть, швейное оборудование мы приобретаем по возможности, то, что выделяются средства, ежегодно приобретаем. Также мы приобретаем очень много вспомогательных материалов для организации учебного процесса. Это вот, в частности, для сварщиков, это без чего нельзя обучить? Это без электродов, например, без маски, которая защищает, без рукавиц, без костюма сварщика. Который тоже сам, тоже производится, производится. Да, костюм сварщика шьет группа швея, например, учебная. Кстати, кто подумает, что швея – это исключительно 5-й колонии женской? Нет, швейные производства. Материал для, так сказать, швейных учебных мастерских приобретаем, в том числе, где шьем мы рукавицы, которые передаем и учреждению для работ. И сами используем, и рабочую одежду шьем. Вот в этом году, например, для токарей мы сшили халаты рабочие. Опять же, в этой группе швея. В прошлом году мы сшили для всех сварщиков сварочные костюмы. То есть, оборудование достаточно современное. Уважаемые друзья, поговорим чуточку попозже. У нас опять небольшой блок рекламы. Удалим сейчас на несколько минут и вновь вернемся в эту студию. Андрей Валерьевич, вот Вы говорили о том, что выездные вот такие вот даже были конференции, назовем это так, в места лишения свободы. Что привлекло? В результате привлекло ли это новая организация к сотрудничеству? Вы знаете, да, есть определенные наработки, но я больше хотел остановиться на чем, чем это хорошо. То есть, продолжение мысли. То есть, когда мы все это показали, рассказали, показали фильмами, я имею в виду, мы потом все это показали вживую. То есть, не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем второй раз услышать. То есть, мы посетили два учреждения, две промышленных слона, два больших завода, так назовем это в первом-десятом учреждении, где показали реальное производство, непридуманное абсолютно. Никто ни к чему не готовился. Там многие говорят, да вот там приезжают, они там подготовят. Да, сразу. Чем выгодно? Чем выгодно сотрудничать с Вами? Ну, чем хорошо сотрудничать с нами? Во-первых, да, что мы на сегодняшний день? Мы на сегодняшний день предоставляем цеха, мы предоставляем энергетику. То есть, цеха, да, где-то, может быть, нужно вложиться и так далее, но в большинстве с вами они именно такие. Значит, у нас есть оборудование. Мы готовы в том числе рассматривать вопросы и о заходах нам, коммерсанта, со своим оборудованием. Здесь проблем нет абсолютно никаких. У нас есть спецконтингент, который, вот, понимаете, он не прогуляет. Тут же учат, да, за ним следят, да, он будет работать, да. Он будет работать, да. Он не уйдет в запуск. Есть сменность работы, правильно, да. Он не запьет, он не прогуляет, это его обязанность. И все, его туда палкой никто не гонит. Многие там думают, вот мы там это чуть ли не в кандалах их туда загоняем. Это не каменоломня, в конце концов, да. Это современное производство на сегодняшний день, 21 век на дворе. Мы приглашаем, да, к сотрудничеству организаций, которые существуют тем, что уже есть. Да, конечно, мы приглашаем. Есть сейчас возможность пригласить, возможно, специалистов, которые могут работать у вас. Вы тоже ждете? Да, с удовольствием, конечно. На сегодняшний день у нас есть определенные потребности в специалистах, да, в специалистах, причем не только там производственные и сельскохозяйственные направления, да, а всех других направлений, которые у нас занимаются наши исправительные учреждения. То есть на сегодняшний день это гарантированно заработок абсолютно. Понимаете, это обеспечение форменной одеждой, это много очень социальных гарантий. Они есть на самом деле. Куда нужно приходить? В СИН России, да, это улица Вакжанова. В СИН России, Вакжанова, 19. Вся эта информация у нас есть на сайте, мы не закрыты. Есть официальный сайт Федеральной службы Псланины и Казань. Уважаемые друзья, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо вам за участие. Желаю вам дальше развивать ваше производство. Пусть поменьше будет у вас ваших, что называется, подопечных, побольше людей, которые живут по закону. Спасибо вам. До свидания. Спасибо вам. До свидания.